Болезни вены лимфоузлов Флебология представляет собой специализированный раздел сердечно-сосудистой хирургии, занимающийся изучением анатомии, физиологии, кровообращения, а также заболеваний венозных сосудов, вопросами их профилактики, диагностики и лечения. Лечение заболеваний вены осуществляется в отделениях сосудистой патологии или флебологических центрах врачами-флебологами. Греч Филбовены и Логоснаука Знания Заболевания вен сегодня одни из самых распространенных заболеваний сосудистой системы – это болезни молодых людей трудоспособного возраста, преимущественно от 25 до 45 лет. Несвоевременное лечение венозной патологии чревато грозными последствиями вплоть до инвалидизации и летального исхода. Венозная система организма состоит из разветвленной сети вен сосудов, по которым кровь движется от органов и тканей к сердцу и легким. При продвижении от нижних конечностей к сердцу кровоток преодолевает силу тяжести. Функцию насоса, выталкивающего кровь вверх по венам, выполняет сокращающиеся при ходьбе мышцы, а имеющиеся на внутренней оболочке. Вен клапаны препятствуют возвратному току крови. Дефекты венозных клапанов играют существенную роль в развитии заболеваний вен, варикозной болезни и ее последствий – хронической венозной. Недостаточности трофических язв тромбофлебита. Симптомами заболеваний вен, требующими немедленного обращения к врачу-флебологу, служат усталость, тяжесть, судороги и боль в ногах. Отеки, сосудистые расширения на ногах, появление участков изменения цвета и уплотнения кожи и подкожных тканей. Для оценки степени расстройства и венозного кровообращения и выбора дальнейшей тактики лечения проводится диагностика с помощью ультразвукового дуплексного сканирования и ультразвуковой дополирографии – современных высокоточных методов исследования состояния сосудов. В лечении венозной патологии применяются консервативные методы – медикаментозная и компрессионная терапия, безоперационные, эндовазальные методы – лазерная коагуляция, склерозирующая терапия вен и оперативные методы лечения. В современной флебологии широкое распространение получили малотравматичные методики лечения заболеваний вен, основанные на применении эндоскопических, лазерных, радиочастотных технологий, позволяющих минимизировать осложнения и срок реабилитации после проведенного вмешательства. Своевременно начатое лечение позволяет добиться хорошего косметического результата, что особенно важно для женщин, страдающих заболеваниями вен нижних конечностей. Для профилактики развития заболеваний вен нижних конечностей специалисты-флебологи советуют соблюдать несложные, но очень эффективные правила Исключить длительное стояние на ногах, сидение в позе нога на ногу, избегать давления сосудов ног тугой одеждой и резинками. Ношение высоких каблуков для улучшения венозного оттока из нижних конечностей во время отдыха необходимо придать ногам возвышенное Положение относительно туловища для укрепления мышц ног следует проводить самомассаж, заниматься лечебной физкультурой и принимать Контрастные души, избегать горячих ванн, частого посещения бань, саун, избыточного загара для уменьшения вязкости крови И склонности к образованию тромбов увеличить употребление количества жидкости до 2 литров в сутки при начальных проявлениях варикозной Болезни вен, а также с целью ее профилактики во время беременности рекомендуется применять медицинский компрессионный трикотаж И конечно, не менее одного раза в год следует посещать врача-флеболога, даже если вас ничего не беспокоит Следуя этим советам, вы всегда сможете идти по жизни легкой и уверенной походкой На сайте Красота и Медицина вы сможете ознакомиться с предложениями столичных специализированных учреждений, готовых решить ваши Проблемы с использованием новейших медицинских методик В медицинском справочнике болезней вы познакомитесь с описанием заболеваний Профилактика или лечение которых для вас является актуальными